Вон Путин идет, видите, Илья Филатов, наш бывший коллега по ВГТРК, личный оператор, ориентируйтесь по нему. И вот на встречу его камере идет Путин, который сейчас будет выходить на Красную площадь. В ожидании его, смотрим, что делает министр обороны Сергей Кожгер Шойгу. Вон он. Обратите внимание, вот он взял только что фуражку, у него же есть вот эта вот манера следовать традициям и без головного убора, проезжая через Спасскую башню. Вот сейчас он надел фуражку, фотографирование явно официальным оператором Министерства обороны высшего генералитета, участников этого парада. И после этого мы будем свидетелями того, как министр обороны сядет в свою машину под замечательным, легко запоминающимся номером 001 МО, то есть Министерство обороны, 77. Все нам видно, это, конечно, вообще. Давайте посмотрим, что Путин. Давайте, давайте, давайте. Паш, можешь, да? Видишь? А что там Путин? А вот он сейчас, наверное, мы поймаем момент, когда он выйдет. А вон Путин, видите? Да, президент. Ну вот такая у нас неплохая точка для съемок, правда? Да, вежливо выражаясь. Так, Сергей, куда переместились? Ну вот, все готово к тому, что помашем нашим военным, пожелаем им удачи. Да, это такие волнительные очень минуты сейчас. Шесть с половиной минут до парада. Представляем, что переживают сейчас военнослужащие и генералитет, все участники. Вы знаете, что? Вот мне кажется, сейчас такой действительно интимный момент. Действительно остается сколько там? Шесть минут. Вы обещали нам, да, сказать. Вот, и вот оставим сейчас Шойгу в таком одиночестве самим собой, потому что нужно действительно просто реально подготовиться. Для нас с вами трансляция, а ему парад принимать. И вот сейчас послушайте, вот я сейчас замолкну, смотрите. Слышите? Там тишина и соловей пел. Ну вот серьезно пел. Не слышно? Весь поет. У меня здесь много свидетелей, они подтвердят. Ну вот так, друзья. Красная площадь, Москва-Кремль, Спасская башня. Да, остается всего лишь три с половиной минуты до начала парада на Красной площади. Давайте посмотрим прямую трансляцию. Сергей Брилев, конечно, просто восхитительная точка. Все видно Сергею, да, что... И вы знаете, что я предлагаю, ребята? Я сейчас попрошу нашего оператора навести камеру вот туда вниз, и пусть, может быть, режиссер трансляции нашей поймает момент въезда в Шойгу вот через Спасские ворота. Но это уже вам решать, ладно? Да, ну смотрите. Спасибо огромное, спасибо огромное. Три минуты до парада. Три минуты, да, парада. Вот совсем уже остается мало времени. Еще раз благодарим Сергея Брилева. Ну никогда мы такого не видели, никогда не видели такого зрителя. Ну и только теперь представьте, что вы увидите, когда парад начнется во время официальной трансляции. Вот посмотрите, да, уже те, кто будет принимать парад, командующие войсками, объезжают войска, объезжают коробки, выстроенные полностью просто по линейке. 0-0-0-2 МО-77. Открытый ЗИЛ. Давайте просто послушаем. Видите, последнее приготовление к параду. Вот он вот-вот начнется. Осталось, ну, всего-то 4 с половиной минуты, даже меньше командующий. Смотрите, здесь, значит, коробки у нас. Это, конечно, войска МЧС. Вот эти замечательные билеты. Вот та самая Спасская башня. И вот там чуть ли не рукой нам машет Сергей Брилев. И куранты показывают, сколько осталось до парада на Красной площади, который мы покажем в прямом эфире. Видели, мы вместе проводили российского президента. Он сейчас тоже движется в сторону трибуны. Наверное, увидим, как только он займет свое место. Левая, правая трибуна, все заполнено. Но вот сейчас та самая звенящая тишина, о которой говорил нам... А именно она и есть, да. Да, Сергей Брилев, видим, сейчас появился Владимир Путин, тут же Дмитрий Медведев утвердили. Нетаньяху, глава Израиля прилетел. Нетаньяху, знаем, что сегодня будут переговоры до парада... Президент Сербии рядом, по правую руку. Остается вот прямо сейчас, остается уже три минуты. Да, с президентом Сербии знаем мы, что вчера вечером, поздним уже проходили переговоры. Смотрите, конечно, трансляцию на нашем канале. Обратите внимание на Нетаньяху, у него на левом лацкане еще и георгиевская ленточка. Только накануне в Израиле, кстати, 9 мая стал тоже праздником, который всенародно отмечают. Идут вот как раз Путин, Нетаньяху на свои трибуны. И премьер-министр, вот сейчас справа нам покажет, да, Дмитрий Медведев, только накануне утвержденный парламентом, внесенный президентом, сейчас движется к главной трибуне для того, чтобы занять свои места. Путин будет принимать парад. Ну что ж, до Парада Победы остается, вот прямо сейчас остается уже 2,5 минуты. Вот они эти важные приветствия. Российский президент приветствует генералов. Ведь обратите внимание, конечно же, Нетаньяху, Вуч все проследуют. Это, насколько я понимаю, правая, левая трибуна. С ветеранами, конечно же, здоровается сейчас президент и проходит на свое место. Вот они, те самые главные участники Парада Победы, которых мы сегодня от всей души поздравляем. И президент Сербии с ними здоровается. И, конечно, глава Израиля. Вот они проходят, честь отдают. Замечательные, стоят крепкие ветераны Великой Отечественной войны. Владимир Путин вот с ними здоровается прямо сейчас. Видим, что 2 минуты ровно до Парада остается. Уже даже меньше трансляции на телеканале «Россия». Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Нижней палаты парламента. Володин вот рядом с ветеранами находится сегодня на трибунах Красной площади. Вот-вот начнется Парад. И министр по чрезвычайным ситуациям, видим, в верхнем ряду. И глава ФСБ Вордников, министр внутренних дел находится. Также справа глава Конституционного суда. Здесь рядом глава Верховного суда. В общем, видим, что все почетные гости, конечно, самые главные гости ветераны уже на трибунах. И генпрокурор Чайка, мэр Москвы Собянин. До Парада Победы остается вот прямо сейчас. Остается 1 минута 15 секунд. Ждем с нетерпением мы, конечно, прямую трансляцию. Смотрите ее на нашем канале. Российский президент занимает свое место. Только что мы видели приветствие ветеранов. Ветераны, конечно же, прямо сейчас вот уже все присаживаются. Вот-вот-вот-вот все. Владимир Путин предложил занять ветеранам свои места до начала этого грандиозного зрелища. Ну вот 15, 14, 13 можно начинать вместе отсчитывать секунд. Смотрите на нашем канале трансляцию. Удивительные подробности. Итак, Красная площадь, Парад Победы. Вознаменование говорит и показывает Москва во знаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади Парад Победы. Красная площадь Красная площадь, Победы в Великой Отечественной войне 944 годов на Красной площадь Победы. Играет музыка Парад под государственный флаг Российской Федерации И знамя победы! Смирно! Для встречи слева! На крат! Под музыку песни Александрова «Священная война» Военнослужащие батальона почетного караула 154-го Отдельного комендантского преображенского полка Сержант Антон Михайлов и младший сержант Алексей Пакеев Вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации И знамя победы! Возглавляют знаменные группы майор Максим Малахов и капитан Алексей Рукленко Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Здравствуйте, товарищи! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ура! А также парадные расчеты других силовых ведомств. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи министры! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! В последние годы мастерство и профессионализм военнослужащих российских воздушно-космических сил несравнимо возросли. Подтверждением являются высокие показатели в ходе несения боевого дежурства и выполнения мероприятий боевой подготовки. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! На вооружение российской армии поступило более 3,5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Среди них более 400 танков и БМП, 100 самолетов и вертолетов, 19 боевых кораблей и судов обеспечения, а также ряд перспективных образцов вооружения, не имеющих аналогов в мире. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Военно-служащие вооруженных сил России продолжают повышать боевую и специальную подготовку. Ежедневно совершенствуют свое мастерство в деле освоения новых образцов вооружения и военной техники. Тем самым демонстрируют всему миру готовность встать на защиту своего народа и целостности государства. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Министр обороны приветствовал парадные расчеты военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Западного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Железнодорожных войск, Войск радиационной, химической и биологической защиты, Военно-служащих парадных расчетов Национальной гвардии, МЧС и ФСБ России, А также самых юных участников парада, Суворовцев, Нахимовцев, Кадетов и юнормейцев. Министр обороны, генерал армии Сергей Шайбул Завершил объезд войск И направляется к центральной трибуне Для доклада президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Товарищ Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, Войска московского гарнизона параду победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шайгу. Вольно! Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, Сержанты и старшины, Мичмены и прапорщики, Товарищи офицеры, Генералы и адмиралы, Поздравляю вас с Днем Победы, С праздником, Который всегда был, Есть и будет самым дорогим, Священным для каждой семьи, Для всей нашей огромной страны. Праздником, Праздником общенациональной гордости и вечной, Немеркнущей памяти. Семьдесят три года назад Закончилась Великая Отечественная война. Нацизм был сломлен, Положен конец его зверствам, Бесчинствам и варварствам. Повержены преступные планы мирового господства. Разгром нацистов стал грандиозной, Триумфальной победой. Это долгожданное слово Сразу облетело планету. И все страны, все народы Понимали тогда, что именно Советский Союз Определил исход Второй мировой войны. Что этот великий жертвенный подвиг Совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, Невосполнимых потерь. Защитил честь и независимость родной земли. Благодаря беспримерному мужеству, На фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, Спавшего Европу мир от рабства, От истребления, От ужасов Холокоста, Пытаются перечеркнуть. Исказить события войны. Предать забвению подлинных героев. Подделать, переписать, Переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого. Никогда. Наш долг хранить память о доблести воинов, Отдавших свои жизни ради жизни О всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта. О вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции. О боевом братстве тех, кто противостоял нацизму. Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами. Наш народ сражался насмерть. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия. Не проводила под огнем агрессора эвакуацию миллионов людей и тысяч заводов, которые практически сходу сразу стали выпускать для фронта технику и боеприпасы. Было сделано поистине невозможное. Никто не думал о себе. Трудились героически. И женщины, и дети. Ради Родины. Ради победы. Ради тех, кто защищал страну, свои семьи в пекле войны. Ничем нельзя измерить храбрость наших воинов. От рядового до маршала они боролись в стужу и зной, на больших и малых плацдармах. Каждый рубеж был частью Отечества. И потому каждый был самым главным. Наши войска одержали грандиозные победы в решающих битвах за Москву и Сталинград. В сражениях под Курском и на Днепре прорвали блокаду Ленинграда. Освободили европейские столицы. Решающим штурмом взяли Берлин. И все это было неважно в то время, откуда кто родом, какой национальности или веры, в каком краю или республике огромной страны жил до войны, призывался на фронт или уходил добровольцем. У всех была одна Родина. Все боролись, сколько хватало сил. До последнего патрона, до последней капли крови. 9 мая объединяет все поколения истории мужества. У каждой семьи свои родные герои. Они живут в наших сердцах. Они вместе с нами в рядах бессмертного полка. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания. СЕЛЕФОН СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, в июне 41-го война вошла в каждый дом, разлучила любимых, многих навсегда. Осиротила, обездолила сотни тысяч детей, разрушила надежды и планы, испепелила города и села. Война всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней. Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках истории. Они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают всё те же старые уродливые черты – эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьёзность этих угроз. Всем странам, всему человечеству важно осознать, что мир очень хрупок, и его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнёрству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете. Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. О ней говорят сейчас наши сердца. В честь ваших заслуг перед Отечеством пройдёт военный парад. Опыт вашей жизни, опалённой войной – вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Нам выпала великая честь быть вашими наследниками. Понимаем, как высока эта ответственность, и никогда вас не подведём. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее. Сейчас в строю новое поколение победителей. Они пройдут торжественным маршем по главной площади страны. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции. Будем и дальше напряжённо работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваше напутствие будут укреплять нас на этом пути. С праздником! С Днём Великой Победы! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На одного линейного дистанции Первый батальон прямо Остальные направо На плечо Равнение направо Шагом марш Возглавляет военный парад Генерал-полковник Олег Солюков Торжественное шествие Войск на Красной площади Открывает рота Барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России Имени генерала-лейтенанта Валерия Халинова Юные музыканты задают темпы ритма движения Парадных расчетов Возглавляет парадный расчет Начальник училища Заслуженный артист России Полковник Александр Герасимов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Проходят знаменные группы Знамени Победы, государственного флага Российской Федерации и Знамени Вооружённых Сил России. Знамённую группу сопровождает рота почётного караула, составив взводов трёх видов вооружённых сил, сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На Красной площади самые юные участники парада. Проходит рота Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчётом полковник Игорь Якимов. Десятки тысяч выпускников с благодарностью вспоминают годы, проведённые в стенах училища, и воспитавшие в них высокое чувство офицерской чести, доблести и отваги. На Красной площади воспитанники старейшего Суворовского военного училища, Тверского. За 75 лет своего существования более 16 тысяч мальчишек носили на плечах алые погоны, с гордостью называя себя Я-Суворовец. Во главе парадного расчёта начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчёт Севастопольского Нахимовского военно-морского училища. Возглавляет парадный расчёт контр-адмирал Александр Попов. Юным Нахимовцам предстоит продолжать героическую историю российского флота, заложенную прославленными адмиралами Ушаковым, Лазаревым, Корниловым и Стоминым. Впервые на Красной площади кадеты Московского президентского кадетского училища Войск Национальной гвардии Российской Федерации возглавляет парадный расчёт начальник училища полковник Николай Перепече. На Красной площади парадный расчёт созданного по инициативе Министерства обороны России военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Возглавляет парадный строй начальник главного штаба движения Олимпийский чемпион Дмитрий Труденков. Сегодня «Юнармейское движение» охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек. На Красной площади полк сухопутных войск Вооружённых сил России открывают прохождение слушатели общевойсковой ордена Ленина и Октябрьской революции Краснознамённой ордена Суворова Академии Вооружённых сил Российской Федерации отмечающей в этом году свой вековой юбилей. Парадный расчёт возглавляет начальник Академии генерал-лейтенант Алексей Авдеев. Выпускники Академии всегда занимали ключевые посты в вооружённых силах. Так, в годы войны 24 выпускника Академии командовали фронтами и 83-мя армиями. Более двух тысяч выпускников прославленного учебного заведения стали героями Советского Союза и Российской Федерации. Проходит парадный расчёт краснознамённого орденов Ленина Октябрьской революции и Красной Звезды военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Университет является единственным в стране высшим военно-гуманитарным, образовательным и научным центром по подготовке офицерских кадров. Разглавляет парадный расчёт начальник университета генерал-майор Игорь Мишуткин. Впервые по брусчатке Красной площади проходят парадные расчёты военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского. Возглавляет парадный расчёт начальник академии генерал-лейтенант Глеб Ерёмин. В годы войны, за мужество и отвагу 57 воинов-зенитчиков были удостоены звания героев Советского Союза. Сегодня в стенах академии осуществляется обучение офицеров противовоздушной обороны для сухопутных войск, ВДВ, военно-морского флота на все типы современных зенитных ракетных комплексов. Торжественным маршем по Красной площади проходит орден Ленина военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулёва. Возглавляет парадный расчёт начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров. Свои знания выпускники уверенно и грамотно применяют на практике в ходе занятий по боевой подготовке, учениям, а также при выполнении специальных и гуманитарных задач. Мимо трибун проходит полк Воздушно-космических сил России. Открывают прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной ордена Ленина и Октябрьской революции, краснознамённые ордена Кутузова Академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчёт начальник академии генерал-полковник Геннадий Зевров. Из стен академии вышли десятки тысяч лётчиков, штурманов, офицеров боевого управления авиации, инженеров авиационных служб, военных метеорологов и специалистов радиоэлектронной борьбы. Сотни выпускников академии в различные годы стали героями Советского Союза и Российской Федерации. На Красной площади парадный расчёт краснознамённой военно-космической академии имени Можайского, одного из старейших военно-учебных заведений России. Парадный расчёт возглавляет начальник академии генерал-майор Максим Пеньков. Академия готовит офицерские инженерные кадры для вооружённых сил и других силовых ведомств. Последние 50 лет Академия является главной кузницей военных специалистов ракетно-космического профиля. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его представляет военно-морская орденов Ленина, Октябрьская революция и Лужакова, Академия имени адмирала Кузнецова, часами курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Лужакова и военно-морского политехнического института. Поздравляет парадный расчёт контр-адмирал Вячеслав Сыдник. Парадным строю будущие морские офицеры и инженеры ВМФ России. На Красной площади курсанты-севастопольцы Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училище имени Нахимова. Возглавляет парадный расчёт начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Училище является кузнецей-флотоводцем. Более двухсот выпускников стали адмиралами. Сегодня выпускники училища командуют тремя флотами и Каспийской флотилией. В парадном строю морские пехотинцы 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады Балтийского флота возглавляет парадный расчёт гвардии полковник Андрей Лазуткин. Семь героев Советского Союза и Российской Федерации навечно вписаны в историю бригады. На Красной площади 61-я отдельная киркинесская краснознамённая бригада морской пехоты Северного флота. во главе парадного расчёта полковник Кирилл Никурин. В этом году прославленное соединение отмечает 75-летний юбилей. В её рядах выросло 10 героев Российской Федерации. Со времён Великой Отечественной войны девиз морской пехоты «Там, где мы, там победа». На Красной площади парадные расчёты женщин-военнослужащих, в строю курсанты военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, военной академии связей имени Будённого и военно-космической академии имени Можайского. Разглавляют парадные расчёты полковника Олезия Бука и майор Екатерина Рякова. Выпускницы учебных заведений проходят службу военными переводчиками, специалистами связи, тыла, информатизации и телекоммуникации. На Красной площади полк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого и её серпуховского филиала. Возглавляют парадные расчёты начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер и начальник филиала полковник Андрей Морозов. На знамени академии ордена Ленина, Октябрьской революции и Суворова. В стенах академии готовятся офицерские кадры, способные эксплуатировать все типы самых современных и передовых ракетных комплексов мобильного и стационарного базирования, включая ЯРС и САРМАТ. Сегодня военная академия ракетных войск стратегического назначения является самым современным и высокотехнологичным военно-учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации. На Красной площади полк воздушно-десантных войск курсантов Рязанского высшего ордена Суворова, дважды красно-знаменного воздушно-десантного командного училища имени генерал-армии Маргелова возглавляет генерал-майор Алексей Рогозин. Впервые в новейшей истории России учебному заведению за проявленные его выпускниками героизм, самоотверженность и мужество присвоено почетное наименование Гвардейское. В этом году училище отмечает свой 100-летний юбилей. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. Во главе парадного строя командир полка герой России гвардии полковник Владимир Селиверстов. Сегодня гвардейцы-десантники с честью и достоинством выполняют специальные миллеротворческие задачи, по итогам которых полку присвоено почетное наименование Ударных. Впервые в параде на Красной площади принимает участие парадный расчет военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгерин. Сегодня личный состав военной полиции успешно выполняет специальные задачи по обеспечению безопасности мирных граждан и соблюдению правопорядка в городах и населенных пунктах Сирийской Арабской Республики. На главной площади страны парадный расчет военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. В этом году войска радиационной, химической и биологической защиты отмечают столетие со дня своего образования. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. И в годы войны и в годы строительства БАМа воины-железнодорожники всегда самоотверженно выполняли поставленные государством задачи. Сегодня железнодорожные войска продолжают вносить весомый вклад в развитие транспортной системы России. по брусчатке Красной площади проходит парадный расчет МЧС России, который возглавляет начальник Академии гражданской защиты генерал-майор Виктор Понченков. Ежедневно подразделение МЧС находится на боевом дежурстве, успешно выполняя спасательные операции в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на территории России, но и за ее пределами. На Красной площади парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского, Федеральной службы войск Национальной Гвардии России. Командует парадным расчетом генерал-майор Дмитрий Черепанов. В годы войны личный состав дивизии доблестно защищал Москву и Кавказ. Девиз Росгвардии и легендарного соединения всегда на страже. Впервые на главной площади страны парадный расчет Саратовского военного института войск Национальной Гвардии во главе колонны начальник института генерал-майор Сергей Мухаев. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров институту достоин орденов Жукова и Красного Знамени. На Красной площади парадный расчет Московского краснознаменного ордена Октябрьской революции пограничного института ФСБ России возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. В год столетия пограничной охраны нынешние поколения воинов-пограничников продолжая славные традиции надежно прикрывает рубежи отечества. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины Московского гарнизона. Мимо трибун проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской революции Краснознаменный орден Суборова дивизии во главе с полковником Евгением Никитиным за проявленный героизм, самотверженность и боевые подвиги дивизии в части первых удостойна высокого звания гвардейская. В рядах гвардейцев сражались более 40 героев Советского Союза и полных кавалеров ордена славы. На Красной площади военнослужащие 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Парадный расчет возглавляет полковник Олег Верхогляд. За годы войны 57 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. На боевых знаменах частей прославленного соединения 23 боевых ордена. Сегодня военнослужащие дивизии продолжают высоко нести традиции ветеранов войны, ежедневно подтверждая высокое звание гвардейц. на марше парадный расчет 27 отдельной гвардейской краснознаменной водострелковой бригады во главе с командиром бригады подполковником Александром Проценко. Ровно 74 года назад личный состав бригады вместе с другими частями штурмом овладели Сапун-горой и освободили город Севастополь. За мужество и героизм проявленные в боях бригаде было присвоено почетное наименование Севастопольское. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Командуют парадным расчетом Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова Бенина и Октябрьской революции Краснознаменного училища генерал-майор Александр Новкин. Из стен училища вышло более 700 генералов и маршалов. Более 100 выпускников училища носят высокое звание Героев Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. В памяти народа навсегда останется подвиг кремлевцев в битве под Москвой, своей жизнью задержавших наступление гитлеровских частей. Героев Советского военного Героев Советского Герои Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает тысячетрубный военный оркестр Московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Во время парада военные музыканты исполняют более 40 военных маршей и музыкальных произведений выстроенных в строго определенном порядке и подобранных под каждый вид и рот войск. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. Современная боевая техника представлена гвардейскими соединениями и частями отличившимися в годы Великой Отечественной войны. Открывает прохождение символ победы танк Т-34 под командованием капитана Дмитрия Баженко в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны. Колонну современной техники вооруженных сил Российской Федерации возглавляют кронеавтомобили многоцелевого назначения Тайфун 4х4 и Тигр М с боевым модулем Арбалет противотанковым комплексом Корнет возглавляет колонну капитан Денис Иванищин. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности Тайфун К и Тигр М военные полиции Министерства обороны России во главе парадного расчета капитан Сергей Шушин в ходе выполнения специальных задач бронеавтомобили подтвердили свои высокие эксплуатационные характеристики пехоты красной площади колонна боевых машин пехоты предназначенных для огневой поддержки мотострелковых подразделений возглавляет колонну майор Игорь Матвеев в составе парадного расчета 27-й гвардейской севастопольской краснознаменной бригады новое поколение тяжелых БМП фурганец 25 и основная боевая машина пехоты БМП 3 По Красной площади проходит парадный расчет 1-й гвардейской краснознаменной танковой армии возглавляет танковую колонну майор Олег Мамонт В составе колонны современное поколение российской бронетехники танки Т-14 Армата основной боевой танк Т-72 В-3 и машина поддержки танков Терминатор Т-14 по брусс по бруссчатке Красной площади проходит парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной тульской краснознаменной ордена Кутузова дивизии парадный расчет возглавляет майор Александр Мещеряков Возможность десантирования боевых машин в том числе с экипажем позволяет крылатой пехоте стремительно выполнять поставленные задачи глубоко в тылу противника Артиллерию сухопутных войск представляет колонна 147-го Симферопольского краснознаменного орденов Суворова Кутузова и Александра Невского полка в составе новейшего межвидового артиллерийского комплекса коалиция СВ из 152-миллиметровых самоходных гаубиц СТА-С Колонну артиллерийцев ведет подполковник Михаил Камагоров Единая система управления огнем позволяет артиллерийским комплексам наносить огневой удар с предельной точностью на максимальную дальность На Красной площади дивизион ракетных комплексов Искандер-М 112-й гвардейской ракетной новороссийской бригады на знамени соединения семь боевых орденов в составе колонны дивизион реактивной системы залпового огня СМЕРЧ 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады во главе парадного расчета подполковник Николай Извольцев уникальные технические возможности позволяют использовать системы для нанесения неотвратимых высокоточных и сокрушительных по мощи огневых ударов На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск представлены боевыми машинами Бук-М2 и Тор-М2 538-го гвардейского зенитного ракетного Тарнопольского органа Александра Невского полка возглавляет колонну майор Михаил Должик Последнее поколение зенитных ракетных комплексов позволяет отражать любые массированные удары средств воздушного нападения и надежно защищать танкистов на марше и на поле боя на Красной площади колонна техники стоящая на вооружении частей противовоздушной обороны арктической зоны Российской Федерации ее основу составляют сенитно-ракетные комплексы Тор-М2 ДТ на базе двухсвенного вездехода повышенной проходимости и снегоходы ТТМ во главе парадного расчета подполковник Ренат Шайнуров парадный расчет Воздушно-космических сил России представляет подразделение 799 зенитного ракетного полка колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С возглавляет майор Дмитрий Кузьмин ЗРК Панцирь-С созданный Тульским конструкторским бюро приборостроения успешно показал себя при воздушной охране важных стратегических объектов и воинских колонн На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного краснознаменного полка под руководством майора Андрея Чепенко Боевые характеристики комплекса С-400 остаются непревзойденными среди систем противовоздушной обороны Комплекс «Триумф» способен поражать не только все средства воздушно-космического нападения стоящие на вооружении потенциального противника но и перспективные разработки на Красной площади впервые представлены робототехнические комплексы дистанционного разминирования «Уран-6» и огневой поддержки «Уран-9» беспилотные летательные аппараты «Катран» и «Корсар» возглавляет парадный расчет майор Александр Коротков представленные комплексы успешно прошли войсковые испытания Впервые в параде «Победы» принимает участие механизированная колонна Росгвардии специальная техника отдельной орденов Жукова Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского представлено бронированными автомобилями «Тигр», «Патруль» и «Урал». Возглавляет колонну капитан Парис Апанасенко. Автомобили предназначены для выполнения задач подразделениями сил специального назначения в любых климатических условиях. на Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения в сопровождении подразделения охраны на автомобилях «Тигр» и «УАЗ-Патриот» командует парадным расчетом подполковник Сергей «Блеханова». Ракетные соединения вооруженные комплексами «Ярс» составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкает парадный строй боевой техники колесная боевая машина пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. «Бумеранг» постоянной любимый mann стар IDs физи долларов «Бумеранг», ковером SaaS «Бумеранг» Начинается авиационная часть парада. Над главной площадью страны пролетят современные летательные аппараты Воздушно-космических сил России. Открывает воздушный парад вертолет Ми-26, способный поднимать воздух до 20 тонн груза в сопровождении четырех многоцелевых вертолетов Ми-8. Ведущий группы майор Сергей Суслов. Группа пролетает со скоростью 200 км в час на высоте 150 метров. Армейскую авиацию представляет пилотажная группа «Перкуты» на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник». Ведущий группы подполковник Эдуард Казачев. В небе ударные вертолеты Ка-52 «Арлигатор». Ведущий группы полковник Василий Клещенко. Ударно-боевые вертолеты российской армии представлены модернизированными Ми-24П. Ведущий группы подполковник Сергей Бисеров. В небе Москвы самолеты Воздушно-космических сил России. Высота полета от 300 до 500 метров. Скорость 500 км в час. Пролетает группа в составе стратегического ракетоносца Ту-160 и четырех дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М-3. Ведущий группы подполковник Павел Бурдаков. В воздухе группа из трех модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Ведущий группы подполковник Сергей Волошин. В небе три турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Ведущий группы подполковник Сергей Ильин. Умение проводить дозаправку в воздухе позволяет стратегическим ракетоносцам выполнять поставленные задачи за тысячи километров от аэродрома в Базирово. За штурвалами самолетов майор Сергей Горобченко и подполковник Андрей Никулин. В небе четверка легких истребителей МиГ-29СФТ. Ведущий группы полковник Александр Казиев. Следующий строй представлен четверкой фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий группы подполковник Денис Зинченко. В небе группа сверхзвуковых истребителей, перехватчиков дальнего действия МиГ-31. Ведущий группы майор Юрий Ковалев. Пролетает строй из истребителей бомбардировщиков Су-34. Ведущий группы майор Дмитрий Апарин. В небе многофункциональные и малозаметные истребители пятого поколения Су-57, обладающие сверхманевренностью на больших перегрузках. Ведущий группы летчик-испытатель Тарас Арцебарский. В боевом порядке тактическое крыло. В составе бомбардировщиков Су-34 истребителей Су-30 и Су-35С. Ведущий группы подполковник Герман Анатоль. В небе гордость российской авиации. Пилотажные группы русские «Витязи» и «Стрижи». В составе самолетов Су-30СМ и МиГ-29 СМТ. Ведущий группы полковник Андрей Алексеев. Шестерка штурмовиков Су-25 рассвечивает небо над Москвой российским «Триколором». Ведущий группы полковник Александр Котов. Впервые в небе над Москвой пара модернизированных МиГ-31К, оснащенных новейшим гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Ведущий группы полковник Сергей Асанчев. Завержает парад совместное выступление военнослужащих 154-го, отдельного комендантского преображенского полка, суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерала-лейтенанта Валерия Халимова и музыкантов парадного оркестра Московского гарнизона. Валерия Халимова 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 Но без кинжалов. Потом два модернизированных «Мига-31» уже с гиперзвуковыми системами кинжал на подвесах. Сейчас, как вы видите, отчитываются командиры, у которых, ну, безусловно, успешно прошел парад. Безусловно, это было волнительное и торжественное событие, посвященное великой победе. Вот жмет руки генералам, полковникам, которые сегодняшний парад сделали таким замечательным и красивым. Да, возвращаемся к тем самым кадрам. Тоже хотелось бы обратить внимание, ведь на самом деле, как только парад победы в ознаменовании 73-й годовщины Великой Победы завершился, первыми, конечно, российский президент снова обратился к ветеранам, пожал руки. Традиционное поздравление, а потом вот этот вот самый эпизод, когда он поговорил с Нитаньяху, многие, наверное, обратили внимание, могли обратить внимание через переводчика. Был там такой эпизод, а с Вучичем, российский президент, и прямо в ходе прямой трансляции, прямо во время парада, через ветерана сидел президент Сербии от российского президента по правую руку. Так вот, несколько раз они переговаривались, и было понятно, и знаем мы, что Вучич разговаривает и знает русский язык. По левую руку тоже через ветеранов, конечно же, главные гости парада, это наши уважаемые, любимые ветераны. Так вот, в окружении ветеранов, по левую руку, через одного ветерана сидел премьер Нитаньяху. Сегодня знаем мы, прибыл он в Москву, конечно, для участия в этой особо торжественной церемонии. Чуть позже пройдут переговоры, Нитаньяху их называют особенно важными, знаем мы вчерашние поздние ночные события. Американский президент вышел из иранской ядерной программы. Ну, в общем, есть о чем поговорить, есть что обсудить. Но вот сейчас церемониал торжественный продолжается. Видим мы, что перед российским президентом, верховным главнокомандующим, по очереди отчитывается командующий войск. Следом идет министр обороны Шойгу. Так интересно, когда смотришь на командиров, конечно, очень любопытно, насколько видоизменилась форма. Вот фактически у всех форма уже новая, у всех родов и видов войск, которые предоставляют эти офицеры, которые сегодня участвовали и командовали подразделениями, проходившими по брусчатке Красной площади, у моряков появились, вернулись, вернее, вернулись, конечно, стойки на кителях. Единственный, кто сохранил вот абсолютно прежнюю, невидоизмененную военную форму, мне кажется, это морские пехотинцы, с которыми только что вот действительно в черная форма, черные морпехи, здоровался Владимир Путин и министр обороны Шойгу. Продолжается обход войск, продолжается приветствие. Гости сейчас покидают трибуны Красной площади. Сегодня еще, конечно же, возложение цветов в Александровском саду, к Вечному огню. Конечно же, мы ждем сегодня трансляции трогательной, массовой, огромной, просто воодушевляющей и волнительной акции «Бессмертный полк», которая прокатилась уже по всему миру, по всему миру. Делали мы карту недавно, и вот только несколько пятен таких на карте мира, где «Бессмертный полк» не проходит в эти праздничные дни. Конечно же, самая массовая акция пройдет в Москве, уже не знаю, от «Динамо», от «Белорусской» до «Васильевского спуска». Сотни, сотни тысяч людей, мы знаем по опыту прошлых лет, и приходят с портретами своих родственников для того, чтобы выразить им уважение, отдать им дань памяти. Вот заканчивает сейчас обход войск Владимиром Путиным, и Владимир Путин и министр обороны Шойгу направляются по брусчатке Красной площади. Интересно, что не через те ворота, которые входил Путин, а, видимо, между Кремлевской стеной и историческим музеем пойдут к Вечному огню в Александровский сад. Видимо, что трибуны по-прежнему еще заполнены людьми. Знаем мы, что как только закончится эта торжественная, особо официальная часть, подъедут к трибуну, к правой, левой, электрокары. Но обычно очень долго ветераны остаются еще на брусчатке Красной площади. Конечно, хочется с ним поговорить. Конечно же, да. Общаются. Вот в эти самые минуты российский президент вновь возвращается на свою главную трибуну. Снова и снова. Вот российский президент только что что-то поднял. Сейчас, если будет у нас такая возможность, поймем. Ну, пропуск, это был на Красную площадь. Здорово. Ветерана вранила, да. Поздравляет ветеранов. Очень особые люди, особый день, особенный праздник. Присоединяемся мы к поздравлениям. Видимо, в эти самые минуты увидим мы и ожидающего окончания этой официальной церемонии. Этой части, точнее. Пример Израиля, Нетаньяху, президент Сербии. В эти самые минуты российский президент по очереди здоровается. Видите, обратите внимание, если я не ошибаюсь, только что это был Юрий Борисов, да? Да. Человек, который теперь будет отвечать за ВПК в новом кабинете правительства. Знаем мы, что именно этот человек в Министерстве обороны, в общем, очень важный человек, особенный, отвечает. Как раз, как раз отвечает за всю ту новую технику, которая сегодня была представлена, в том числе на параде победы. Российский президент спускается с трибуны. Ну вот, 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 Вучча только что он пригласил, позвал. В сопровождении премьера Израиля направляются они. Ну это такой, такая добрая, известная на самом деле традиция. Прямо сейчас будет официальная церемония. Двигаются они в сторону Александровского сада. Не очень понятно, пешком ли не пешком. Вот российский президент подходит к ветерану. Увидел он, что, увидел Путин, что ветеран, хотел подойти к нему. И сам вот подошел, поздоровались они. Сейчас о чем-то беседуют. Понятно, что сегодня это главные люди, конечно, в нашей стране, ветераны Великой Отечественной войны. 73-я годовщина победы, которую мы сегодня празднуем. Интересно, конечно, вот беседуют сейчас Нитаньяху, ветеран, генерал. И Владимир Путин, Александр Вучич идет по правую сторону. Президент Сербии направляются, вероятно, в Александровский сад. Хотя мы достоверно об этом не знаем. Но, в общем, есть такая традиция, что после парада президент возлагает цветы. Видим мы, что, по-моему, по правую сторону, по правую руку тоже за президентом глава Росгвардии Золотов. За президентом видим мы командующий парадом. Далее, вот сейчас не видно за ветераном, тем не менее, министр обороны Шойгу. Продолжаются торжества в центре Москвы, посвященные параду победы. Еще раз напоминаем, обращаем внимание, она анимовала важную деталь. По налевом лацкане пиджака у Нитаньяху георгиевская ленточка. Накануне, 9 мая, стало государственным праздником. Кнессет за это проголосовал. Здоровается Путин сейчас с теми, кто на трибунах. Те, кто поочию, своими глазами видел тот великолепный парад, который вот только что закончился в Москве. Продолжаем следить. Получаем кадры прямой трансляции с Красной площади. В эти самые минуты по брусчатке российский президент по правую руку. Президент Сергий Гучич. Рядом с левой стороны не только премьер-министр Израиля. Нитаньяху, но и ветераны, конечно же, двигаются в сторону Александровского сада. Обратим еще раз внимание, что вот буквально только что завершился парад победы, посвященный 73-й годовщине. Важный праздник, самый важный, наверное, для нашей страны. По брусчатке Красной площади Мраршем прошли больше 13 тысяч военнослужащих, которые представляли все виды и рада российских войск. Как только что мы видели, тоже на кадрах прямой трансляции. После каждой отчитался перед российским президентом, перед верховным главнокомандующим и, конечно же, перед министром обороны Шойгу. Вот о чем сейчас по-русски? Тоже вот по-русски. Любопытно же. Ну так по губам не видно, может быть и по-английски. Но мы просто знаем, что Вучич знает русский язык. И знаем, что ветеранов в России с Днем Победы. Вучич тоже поздравлял на русском языке. Он действительно владеет нашим языком. Вот эта верхняя камера. Интересно, как раз между Кремлевской сценой и историческим музеем спускается к Александровскому саду. Владимир Путин, Александр Вучич, Вейдамин и Ния Таньяху, те, кто командовал парадом, Сергей Шойгу, идут в Александровский сад, чтобы отдать дань памяти и возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Вот продолжают они идти пешком к Александровскому саду прямо сейчас. Какая чудесная погода, да, потому что у нас были опасения, на самом деле, по поводу погоды из-за прошлого года, по опыту прошлого года, все-таки не состоялась воздушная часть парада. Парада, она была в этом году великолепна, абсолютно столько новинок. Мы увидели, конечно, вот те самые истребители пятого поколения, комплексы даже, которые невидимые абсолютно, кинжалы на подвесах, такие вот, как бы, как большие ракеты на брюхе МиГ-31, два кинжала пролетело над Москвой на достаточно небольшой высоте, там 150, 200, 300 метров летели самолеты и вертолеты. Конечно, вот интересна была деталь, когда Путин объяснял Вучичу во время дозаправки в воздухе нашего ракетоносца, что происходило, это тоже выглядело очень любопытно. Видимо, в общем, понятно, что с первым неискушенным взглядом, не очень-то и понятно, что происходило, но это была дозаправка ракетоносца в воздухе, потому что эти ракетоносцы наши буквально весь свет могут облететь с дозаправкой в воздухе, не приземляясь на аэродромы. Продолжаем мы получать кадры прямой трансляции, продолжается движение, интересно, что российский президент общается с ветераном. Ну, конечно, главный гость, что касается парада, завершился он, действительно, грандиозное зрелище, великолепное зрелище, конечно же, ну, вот то, что всегда и традиционно привлекает внимание, это, конечно же, проезд военной техники, это, конечно же, воздушная часть парада в этом году. Ну, наверное, точно, совершенно, решительно точно можно назвать парадом новинок нашей оборонки. Конечно же, впервые зрители парады на Красной площади увидели истребитель, не устаем повторять, снова и снова. Су-57 многофункциональный, пятого поколения, создан по технологии стелс, знаменитой технологии, имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования, вооружен 30-миллиметровой авиапушкой, ракетами класса воздух-воздух, воздух-земля, имеет крейсерскую сверхзвуковую, на минуточку, скорость. — 2600 километров в час он может развивать, так, в общем, не уйти от этого комплекса. Конечно, были и наземные техники, и большие новинки. — Сейчас разговаривают, обратите внимание, вот что именно сейчас российский президент объясняет ли, сообщает ли и Вуччу, и Нитаньяху. — Очевидно, что это вот продолжение той самой церемонии, конечная точка — это Александровский сад, где должна состояться особо торжественная тоже церемония, такая важная, почему понятная. Каждому можно сейчас сверху увидеть, что все готово для начала этой церемонии. Где именно остановился сейчас Нитаньяху и Вучч, чем российский президент, не очень понятно. Вот, видимо, вот они, да? — Конечно. — На входе в Александровский сад. Ждем, конечно же, мы продолжение этой трансляции. Невероятный парад. Все мы сегодня смогли им насладиться. Ну и вот эти вот удивительные кадры. Субтитры создавал DimaTorzok